Начальник Тиран Что с этим делать, если ты сам тоже очень психически неустойчивый человек Не увольняйся, какие можно применить способы, что нужно сделать, как себя успокоить или что? Давайте я сначала скажу буквально два слова про начальника Тирана Я бы отнесла, прежде всего, начальника Тирана к такому типу людей Тех людей, которые действительно неустойчивы эмоционально Они меняют свои решения, они оказывают давление, они манипулируют То есть если человек действительно пришел в просто плохом настроении Или там у него жена заболела То, скорее всего, трудно назвать его начальником Тираном То есть это какая-то специфика личности должна быть Поэтому на самом деле очень важно понимать Я очень согласна с вами, что очень важно понимать, что происходит сейчас с человеком Это относится не только к начальнику, а вообще к любому другому человеку Если же вы оказались в такой ситуации, что начальник действительно Тиран Вот тот самый сумасбродный Диктатор Да, диктатор такой, который манипулирует, который очень любит оказать давление То тогда имеет смысл подумать, прежде всего, зачем мне это надо Что я вообще здесь делаю в этой организации Может быть и правда уволиться То есть чтобы свою психику не нарушать, лучше действительно взять и уйти Конечно, если человек достаточно эмоционально устойчивый То, скорее всего, он в такую ситуацию не попадет При первом же столкновении с начальником, он скажет, зачем мне это надо Я гораздо больше люблю себя, чем терпеть все это Однако огромное количество людей не может Тем более сейчас у нас кризис Нужны деньги, нужна работа И что в этой ситуации делать? Конечно же, очень важно понимать, кто передо мной То есть начальник, к нему следует относиться с уважением То есть каким бы он ни был Субординацию надо соблюдать То есть отвечать можно, а как? Самое главное, как ему правильно ответить? Как отвечать? Отвечать, естественно, нужно уверенно То есть не каждому человеку это под силу Но, в принципе, для того, чтобы сдержать, например, натиск Вот эта агрессия, которая сейчас льется Или каких-то неудовлетворительных, там, критики То можно себе представить, знаете, такое типа купола То есть поставить некий барьер То есть это такой энергетический барьер поставить Это на самом деле довольно просто Потому что если вы просто представите себе это Что ваша энергия не отдается другому человеку Что и он проникнуть в вас не может Вот вы визуализируете Прям можно визуализировать себе этот купол Можно поставить некий барьер перед собой Кто-то еще считает до 10 Например, да То есть это должно быть что-то, что, скажем, там Покричи, успокойся, да, я подожду Вот принцип такой То есть криком на крик это точно не вариант Нет, точно не вариант Потому что агрессия провоцирует ответную агрессию А Вера Петровна, а скажите, пожалуйста А вот есть какие-то золотые правила Как достичь успеха вот с любым начальником Пусть он тиран, мы же наоборот мягкотелый Есть вот какие-то вот, не знаю, три золотых совета от психолога Каким нужно быть на работе? Ну давайте подумаем Во-первых, конечно же, нужно быть ответственным То есть человек, который принимает ответственность на себя И выполняет то, что говорит, то, что от него требуется Это тот сотрудник, который люб всем Даже начальник тиран, скорее всего, отнесется к нему вполне благосклонно Потому что хороших сотрудников ценят все Это во-первых То есть брать на себя ответственность и отвечать за это Во-вторых, это, наверное, те люди, которые дружелюбны Те, которые все-таки умеют устанавливать контакт, несмотря ни на что Это не значит, что он там подлизывается Это не значит, что он как-то ведет себя неестественно Нужно сделать так, чтобы начальник нуждался в тебе, наверное, еще В каком смысле нуждался? Нуждался, наверное, все-таки как в профессионале Да, это и есть та самая ответственность Про которую я говорю Потому что такой сотрудник достаточно хорош Во-вторых, это все-таки дружелюбие Потому что человек нескандальный, как таковой Ну и, наверное, в-третьих Сейчас я подумаю, честно говоря Третье, это, наверное, человек Который умеет прогнозировать, что ли, последствия своих поступков Наш шаг вперед Да, шаг вперед То есть я, прежде чем что-то ответить, сказать резко Давайте-ка подумаем А что за этим последует? Ну что ж Ну что ж, Вера Петровна, большое вам спасибо Я напоминаю, что у нас в гостях был психолог Вера Васильева Я напоминаю, что у нас в гостях был в гостях был в гостях